МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Аким Асид Исикешев проинформировал о ключевых показателях по улучшению условий проживания горожан. Глава государства отметил важность реализации социальных проектов, направленных на повышение уровня качества жизни и комфорта проживания в городе, а также дал несколько поручений. Самое главное, мы говорим сейчас о индексе счастья. Все это сводится к удобству для человека. В столице супер-медицина и супер-учебные заведения. Вот и люди, и родители тогда будут ценить этот город. Поэтому нельзя этого забывать. Учебные заведения лучшие здесь, поэтому тратить надо и строить надо. Медицина дальше совершенствует. Вот эти две вещи очень хорошо надо продумывать. Детские сады через ГЧП мы уже научились, как делать детей сейчас много. Сейчас бей-бей-бум у нас идет, но постоянно это не будет. Потом волна будет от этого. Дальше все это надо учесть человеку. То есть медицина, здравоохранение, чистый город, скверы, площадки, прогулки и так далее. Нурсултан Азарбаев также указал на необходимость изучения и применения мировых достижений в сфере градостроительства. Их можно использовать при возведении новых архитектурных и логистических сооружений в Астане. Например, по словам президента, необходимо рассмотреть возможность внедрения скоростного общественного транспорта. В мировом городском строительстве перспективное направление 10 раз дешевле метро и надземный транспорт. Посередине улицы строится для автобусной, скоростной автобус ходит посередине. С двух сторон обычное движение для всех видов транспорта. Посередине скоростной автобус, на котором движется, что является в 10 раз дешевле всех других видов транспорта. В будущем может быть участник, особенно в таких новых районах. Кроме того, глава государства акцентировал внимание на подготовке к празднованию 20-летия столицы. За эти годы Астана стала главным достижением Казахстана и о городе в сердце Евразии узнали во всем мире. Нурсултан Азарбаев отметил, что в этом заслуга администрации города, строителей и архитекторов. Астана – это главное достижение Казахстана за 20 лет. Мы смогли построить новый красивый город в самом центре Великой Степи, который был презентован всему миру. Он стал гордостью нашего народа. Конечно, это большая заслуга администрации города, строителей, архитекторов и многих других участников этого процесса. Мы собираемся праздновать в этом году 20-летие столицы. Необходимо продемонстрировать всем гостям красоту, привлекательность и высокий уровень жизни столицы, достигнутый за эти два десятилетия. Продолжаются встречи депутатов с населением в регионах. Председатель Мажелиса Нурлан Нигматуллин с разъяснением пяти социальных инициатив президента посетил Североказахстанскую область. Спикер палаты побеседовал с сельчанами, встретился с трудовым коллективом завода имени Кирова. Подробности у Ирины Камышовой. Мы берем элементы с карусели и устанавливаем их на плату. С виду небольшая пластмассовая деталь, но порой именно она становится сердцем самого современного оборудования. Один из старейших заводов региона давно работает по-новому. Сегодня здесь производят сложнейшие микросхемы, платы для нефтегазового комплекса и все, что связано с цифровизацией Казахстана. Масштабы предприятий, то как будет развиваться завод, сегодня показали председателю Мажелиса Нурлану Нигматуллину. Ну а главной темой встречи спикера Нижней палаты с рабочими стали социальные инициативы президента Казахстана. О них здесь знают, их обсуждают и ждут реализации. Я считаю, что социальные инициативы президента – это большая поддержка для всех казахстанцев. Меня радует, что много молодых людей смогут получить высшее образование, что на нашем заводе появятся новые молодые специалисты, которые будут развивать дальше наш завод. Как мать троих взрослых дочерей интересует, как смогут мои дочери, не имеющие жилья, воспользоваться льготной ипотекой 7-20-25. Это, конечно, очень удобная и доступная ипотека. Животноводческий комплекс «Петерфельд Агро» снабжает парным продуктом крупные молочные заводы региона. И здесь идут, что называется, в ногу с цифровизацией. Наверное, поэтому североказахстанское мясомолочка на прилавках не залеживается. От крупных производителей не отстают и местные сельчане. Развивают собственное подворье, создают бизнес. На встречу с Нурланом Нигматулиным приехали и те, кто только собирается открыть свое дело на селе. Микрокредитование станет доступнее благодаря социальным инициативам главы государства. Сельчане признали, что связывают большие надежды с предложениями Ельбасе. Благодаря нашему президенту повышается уровень доступности микрокредитов. Я беру займ на сферу услуг парикмахерских, потому что в моем лесном округе, в моем районе нет парикмахерских услуг вообще. На встрече с населением Нурлан Нигматуллин подчеркнул, что пять социальных инициатив президента открывают новые перспективы для каждого региона. Осознание качественной нормативно-правовой базы для реализации этих инициатив в приоритете законотворческой работы депутатов. Отмечу, что впереди у парламентариев немало работы. Им предстоит внести изменения сразу в 15 законов. Гражданские, бюджетные, налоговые кодексы, законы об образовании, банках и платежах. Ирина Камышова, Жомарт Елеев, Оскар Абельдаев и Айбол Жомогулов. Специально для Хабар-24 из Североказахстанской области. А депутаты Сената сегодня побывали в гостях у столичных военнослужащих. Члены комитета по международным отношениям, обороне и безопасности посетили одну из войсковых частей Астаны. Парламентари ознакомились с ходом боевой подготовки, осмотрели военную технику и вооружение. Кроме того, разъяснили пять социальных инициатив президента, уделив внимание решению жилищного вопроса. Напомню, по новому закону, с 1 января этого года государство берет на себя расходы по обеспечению военных жильем. На их личные счета ежемесячно перечисляют специальные выплаты. На эти средства можно арендовать квартиру, участвовать в долевом строительстве или копить на собственное жилье. Наш комитет не просто принимал участие в работе над данным законопроектом, но мы были инициаторами. И, в общем-то, мы настояли на том, чтобы эти поправки стали законом. Поэтому надо поблагодарить и прежний состав нашего комитета, особенно генерала Алтымбаева, которому мы поручили. И он лично проходил все инстанции и работал над тем, чтобы этот законопроект вошел в силу. Это очень хорошее подспорье для того, чтобы наши военнослужащие могли значительно улучшить свои жилищные условия. Это прекрасная инициатива нашего главы государства Ельбасы для того, чтобы наши вооруженные силы поднять его престиж. И сегодня же сенаторы посетили железнодорожный вокзал Астаны-Нурлыжол. Депутаты встретились с рабочим коллективом и своими глазами увидели, как функционирует современный комплекс. Также они ознакомились с последними новшествами в работе. Реальный рост ВВП Казахстана в 2018 году ожидается на уровне 3,8%. Правительстве одобрили прогноз социально-экономического развития страны на этот год. По словам министра нациэкономики Тимура Сулейменова, номинальный ВВП в этом году ожидается в объеме 57 трлн 200 млрд тенге. Этот показатель выше одобренного ранее почти на 1,5 трлн. Что касается ВВП на душу населения, то он возрастет до 9 200 долларов. Показатель индустриального развития также пересмотрен в сторону роста за счет увеличения сектора обрабатывающей промышленности. Доходы без учета трансфертов в 2018 году оцениваются в объеме 5,7 трлн тенге. Это выше утвержденного плана на 190 млрд тенге. Поступления в НАЦФОН по прогнозам вырастут на 546 млрд тенге и составят 2,6 трлн тенге. Рост мировой цены на нефть позволит повысить экспорт до 54 млрд долларов, а импорт до 34 млрд долларов. Инфляция сохранится в ранее утвержденном коридоре 5-7%. Министр финансов Бахыт Султанов в свою очередь презентовал в цифрах уточнений республиканского бюджета на этот год. Его параметры были изменены с учетом реализации поручений главы государства. По словам министра, свыше 25 млрд тенге пойдет на реализацию пяти социальных инициатив. Еще почти 300 млрд направит на реализацию посланий президента. На повышение заработной платы учителям от 30 до 50% будет выделено почти 62 млрд тенге. На увеличение образовательного заказа на 20 тысяч грантов предлагается предусмотреть 5 млрд тенге. На новое пособие лицам, осуществляющим уход за инвалидами – 2,7 млрд тенге. На обеспечение питьевой водой сельских населенных пунктов дополнительно будет направлено около 31 млрд тенге. И сегодня же в правительстве говорили о паводковой ситуации в стране. Почти 4 тысячи человек пострадали, подтоплено свыше полутора тысяч домов. Об этом Бакаджану Сагентаеву сегодня доложил министр внутренних дел Калмуханбет Касымов. Пострадавшие эвакуированы из 58 населенных пунктов. Причинами потопа стали резкое потепление и обильные осадки, в три раза превышавшие норму. Наиболее сложная ситуация в Восточно-Казахстанской области. Там от большой воды пострадали 316 домов и 185 дворовых территорий. Чрезвычайная ситуация местного масштаба объявлена в Семее, Айогосском, Шаманайхинском и Зыряновском районах. В настоящее время проводятся санитарно-аварийно-спасательные работы. Министр добавил, что большой риск паводков сохраняется в Карагандинской, Акмолинской, Кустанайской, Павладарской и Североказахстанской областях. В этих регионах, а также в ЭКО, в связи с погодными условиями, объявлены штормовые предупреждения. Местным исполнительным органам необходимо быть готовыми к оперативному реагированию на любые изменения ситуации. По вашему поручению проведено совещание по вопросу материально-технического оснащения подразделений гражданской защиты. Этот вопрос в течение ряда лет не решается из-за отсутствия денежных средств. В настоящее время оснащенность не превышает 30%. Среди регионов слабая работа по выделению денег отмечается в Астане, ВКО, СКО, Кустанайской областях. На сегодня в приоритетном порядке нам необходимо приобрести технические ресурсы на сумму 4,3 миллиарда тенге. Соответствующие расчеты обоснования подготовлены. Между тем в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области готовятся к очередной волне паводков. Меньше чем за сутки в районе нарастили 20 дамп, открыли 11 пунктов эвакуации, где подготовили тысячу мест для размещения людей. В эпицентре подтопления также работают взрывники. Их задача освободить горные реки от льда. За ситуацией следит наш корреспондент в регионе Вячеслав Петлугин. Зыряновская область Попасть только вертолетом. С берега туда никак не попадешь. Там вода стоит, лед на расстоянии 400 метров за тоже. Взрывать 200 метров взорвали, осталось 200. Сегодня Зыряновск и его пригородные поселки начали возвращаться к жизни. Как только вода спадет, местные власти будут восстанавливать вот эти дома и объекты сельской инфраструктуры. По предварительным данным местного акимата, на все это потребуется около 400 миллионов тенге. Вячеслав Петлугин и Дмитрий Пыхтин. Восточно-Казахстанская область. Хабар, 24. Отсыпку дамбы провели для избежания подтопления дачных массивов Астаны на русле реки Ишим. Протяженность насыпи составила 200 метров. Об этом на встрече с журналистами рассказал исполняющий обязанности заместитель руководителя управления коммунального хозяйства Игорь Алексеев. Также он добавил, что в районе международного аэропорта и канала Нура-Ишим проведена очистка больше 5 километров. В жилом массиве Ильинка восстановлена дамба протяженностью 500 метров. Всего в столице определены 27 участков подтопления. При Кемате создан единый контакт-центр. На сегодня в службу 109 поступило порядка 900 обращений. Большинство из них уже отработано. На сегодняшний день объем водохранилища составляет 282 миллиона кубов воды. Это 67% от проектного. Приток водохранилища составляет 18 кубов в секунду. Мы спускаем сейчас воду 5 кубов в секунду. На контррегуляторе завершены работы по устройству дополнительных берм протяженностью 2,5 километра. Сейчас на контррегуляторе находится 2,6 миллионов кубов воды. Проблемы аварийных школ и трехсменного обучения обсудили в правительстве. Об итогах программы развития образования и науки за прошлый год рассказал министр Герланд Сагадиев. По его данным, в 45 школах страны и дети учатся в несоответствующих нормам условиях. О проблеме аварийных школ в материале нашего корреспондента. В стране по-прежнему не могут решить проблему ликвидации трехсменных и аварийных школ. Сегодня в правительстве глава профильного ведомства отчитался по ситуации. По данным министра Сагадиева, учащиеся 127 школ в стране до сих пор учатся в три смены. А 45 учреждений в списке аварийных. Причины все те же. Прирост населения и урбанизация. В 2017 году на строительство 118 школ из средств нацфонда выделено 68 миллиардов тенге. 73 школы введены в эксплуатацию. Оставшиеся 45 школ будут сданы в этом году. Для полного решения данного вопроса особо важным направлением является привлечение к строительству школ частного бизнеса. Обсуждая госпрограмму по развитию образования до 2019 года, говорили во время заседания и о его качестве. По данным главы профильного ведомства, самые низкие индикаторы по нескольким направлениям сразу в трех областях. Жамбылской, Актюбинской и Западно-Казахстанской. В связи с этим на заседании к какимам этих областей обратился премьер-министр Бахаджан Сагентаев. Он попросил объяснить причины отставания. В ряде регионов не достигнуты плановые значения индикаторов и показатели программы. Жамбылская область. Оскар Исабекович, у вас имеются недостатки в плановых значениях. По 16 показателям госпрограммы. В чем причина? Все показатели в регионе выполнены, а Министерство образования и науки располагает старыми сведениями за 9 месяцев прошлого года. В области открыто 33 детских сада. Дошкольным воспитанием и обучением охвачено 68% детей. Для детей, нуждающихся в инклюзивном образовании, созданы условия на 88%. По четырем основным индикаторам 25 показателей полностью выполнены в программе. Данные других Акимов не совпали с министерскими цифрами. На местах заверяют по нехватке специалистов, по качеству школьного питания и другим направлениям. В региональных школах все на должном уровне. Низкие показатели только по аварийным школам и трехсменному обучению. Почему информация разнится уже в кулуарах, правительство рассказал сам министр Сагадиев. Мы проведем проверку в данных регионах. Совместно с Акиматами будет проводиться работа. Но я хочу сказать, что наша информация достоверная. Кто же ошибся в расчетах, в Министерстве образования и науки пообещали рассказать после проверки. Однако когда, гласят ее итоги, в Министерстве не уточняют. Зарина Бесембина, Адиль Тулимас, Хабар, 24, Астана. В Шемкенском киоске, где торговали некачественным мороженым, выявили сальмонеллез. Кишечная инфекция обнаружена у двух сотрудников – продавца сладостями и технического работника. Результаты обследования еще 10 сотрудников пока не готовы. В ходе обследования торговой точки и дома, где изготавливали продукт, отобраны на микробиологические исследования 25 продуктов. Из них 24 дали положительные результаты. Отмечу кроли, кроме сальмонеллы, в них обнаружили стафилококк. Диагноз сальмонеллез подтвердился и у 27 отравившихся мороженым из 188 человек. Кроме того, стало известно, что владелец киоска мороженого не уведомил о начале своей деятельности специалистов территориального управления охраны общественного здоровья и работал незаконно. Сейчас решением суда его деятельность приостановлена. Смесь для изготовления мороженого готовит помещение частного дома у родственников, где не соблюдался санитар-гигенские правила. Готовую смесь в киоск привозят в полиэтиленовых емкостях 5-литровых. На всю продукцию отсутствуют сопроводительные документы, удостоверяющие качество и безопасность. Представлен только один сельсикат, и то на сухое молоко с просроченным сроком действия. Смесь транспортируется на личном автотранспорте, без спецтранспорта, у работников 5 человек, кафе Южная, только у одной имеется наличие медицинских книжек, которые освидетельствуют о том, что он прошел медицинский осмотр. По подозрению в убийстве начальника департамента по делам обороны Алматинской области задержан его заместитель подполковник Оспанов. Об этом нашему корреспонденту сообщил старший помощник главного военного прокурора Еркин Кожа Ахмед. Судом санкционирован арест. Сейчас подозреваемый находится в следственном изоляторе. Преступление принято в производство Талдыкурганского военного следственного управления. 31 марта текущего года у себя в служебном кабинете был застрелен начальник департамента по делам обороны Алматинской области полковник Берстимов, который от полученных ран скончался на месте. Данное преступление квалифицировано по статье 99 части 1 Уголовного кодекса Сибири Казахстана и проводится все необходимые следственные мероприятия. Мемориал Хан Молосы, гора Едыге, резиденция Аблайхана. Эти и другие общенациональные сакральные места Казахстана объединили в один электронный справочник. Его в свободном доступе можно найти на сайте Казмэп. Ресурс разработали по программе Рухани Жангару. Помимо информации и фотографий, пользователи сети могут совершить и виртуальный тур по знаковым местам. Пока в список пошли только 100 объектов. Все подробности у Марка Брюшко. Интерактивную карту сакральных мест Казахстана теперь можно скачать на свой смартфон. Приложение казмэп.кз пока доступно только для операционных систем Android, но в будущем появится и для iOS. Этот электронный справочник – мини-версия интернет-ресурсов, в который уже включили 100 объектов общенационального значения. В этом году ученые планируют пополнить его еще 85-ю знаковыми местами. Например, новый казахстанский аркаим, или же, как называется, хамсты-бик-экэнсэ. Это укрепление камысты на берегу реки Кустанайской области, Денисовский район. Там действительно 60 километров от самого аркаима российского находится на одной вязи. И если аркаим где-то по масштабам, в радиусе 150 метров, а казахстанские версии уже там камысты укреплены – это 200 метров. Это где-то есть. Ученые утверждают, что это даже был больше, чем город Аркаим. Чтобы продолжить экспедиции, археологи ждут финансирования. Тем более, теперь для них в Национальном музее открыли отдельный зал. Он так и называется – Рухани-Жангару. Его презентация состоялась в начале года, а сейчас здесь проходят экскурсии. Там уже выставлялись ценные экспонаты, привезенные из всех уголков страны. Некоторые из них в дальнейшем передали музею в дар. Многие экспонаты привезли из региональных музеев. К примеру, вот эту шубу. Она принадлежала Моржаке Падулатову. Сделана она из лошадиных шкур. Писатель носил ее три года. Из истории мы знаем, что одежду такого типа могли позволить себе только обеспеченные люди. Зал Рухани-Жангару работает в музее постоянно. Менять будут только его содержание. Следующая крупная выставка запланирована в мае. Жителям и гостям столицы хотят представить историческое наследие западных регионов страны. Будут там и артефакты, найденные в сакральных местах Казахстана. Марк Брюшко, Ербол Даиров, Ануар Тауикелов, Хабар-24, Астана. В Государственном академическом театре оперы и балета имени Абая состоялся концерт из серии Айман Мусахаджаева «Представляет». Насыщенная программа, состоящая из мировых шедевров, сопровождалась прославленным коллективом страны государственным оркестром Академия солистов. Дирижировал в этот вечер знаменитый маэстро из Германии Михаил Юровский. Концерт посвящен сразу двум знаменательным датам – 20-летию Астаны и на Казахского национального университета искусств. Музыку не играют, ее говорят. Именно эта фраза стала лейтмотивом для творческого союза Айман Мусахаджаевой, приглашенного из Германии дирижера Михаила Юровского и Казахстанского государственного оркестра Академия солистов. Их представления об исполнении произведений удивительным образом совпали. Мы исполняем эту музыку прекрасную и Прокофьева, и Шубарта, и, наверное, для того, чтобы именно вдохнуть в души людей, слушателей, которые пришли. Если публике интересно, то наступает абсолютная тишина в зале. Она тишина вот звенящая такая, просто до такой степени тихо становится. Я думаю, что они исчезли или что-то пропали, слушатели, но они сидят очень тихо слушают. В программу концерта вошли сокровища мировой музыкальной культуры разных стилей и направлений, в том числе у Вертюра, Вагнера, Коппери, Нюрнбергские, Мейстер Зингеры и первый скрипичный концерт Прокофьева. В завершении вечера прозвучало одно из величайших произведений XIX века – IX симфония Шуберта. Музыканты вот этого оркестра имеют очень серьезные и хорошие перспективы, потому что они все действительно в большинстве своем представляют собой, с одной стороны, очень технически подготовленных людей, с другой стороны, заинтересованных. Так что сейчас самая важная задача – соединить это все. Серия празднования круглых дат на этом не заканчивается. В мае в Астане пройдет отчетный концерт, где выступят воспитанники Казахстанского национального университета искусств. А в октябре они отправятся на гастроли в США и Австрию, где представят специальную программу. Анастасия Валикжанина, сержант Жумабаев, Алматы, Хабар, 24. И последнее в этом выпуске. Определился соперник казахстанского боксера Геннадия Головкина на случай, если отменят бой с Саулем Канелом Альваресом, сообщают в Вести Ки-Зе. Если мексиканец все-таки будет дисквалифицирован, Трипл-Джи 5 мая в Лас-Вегасе проведет поединок против ирландца Гэри О. Салливана. Отмечается, что вероятнее всего место боя останется прежним. Это арена Тимобайла. Однако, как сообщалось ранее, промоутер Головкина подбирает другие варианты на случай, если реванш с Альваресом, попавшимся на допинге, будет отменен. В СМЕ появилась информация, что команда хочет забронировать в Лас-Вегасе еще одну арену на 5 мая. И к данному часу это все события, о которых мы вам хотели рассказать. Я же с вами не прощаюсь. Увидимся в следующем информационном часе. Редактор субтитров А.Семкин